МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Василия, кто избивал и растлевал детей в приюте в Ревненской области? И будут ли наказаны виновные? Салют из карабина. В Днепре девушка получила шальную пулю в лицо от пьяной компании. В кого стреляли? Очередное убийство. На этот раз в Сумах в собственном дворе застрелили бывшего депутата Гурсовета Анатолия Жука. Сценарий в стиле 90-х, включая контрольный выстрел в голову. В последнее время погибший активно разоблачал факты коррупции местной власти. Какие версии у следствия? Давайте посмотрим. Дело 35-летнего Анатолия Жука нашел его отец, когда пришел к сыну в гости. Соседи сообщили, слышали выстрелы. Анатолий Жук лежал во дворе собственного дома возле ворот на каремате. Как сообщили правоохранители, незадолго до убийства в доме на втором этаже произошел небольшой пожар. Хозяин погасил его, а потом якобы вышел во двор и прилег отдохнуть. Рядом нашли пистолет, предположительно чешского производства, из которого и стрелял убийца. Следователи уже установили, оружие не принадлежало Жуку. Предполагают, что злоумышленник был знаком с погибшим. Во двор зашел совершенно свободно, да и собака никак на него не отреагировала. Мало того, стрелял мужчина в упор. Друзья Анатолия Жука уверены, что его убили из-за политических войн в Сумах. Я не знаю, это что-то повязано с политикой. Кому-то помешал. Был депутатом, потом что-то земельные там работы. Может кому-то помешал. До 2015-го Жук был депутатом горсовета, баллотировался на пост мэра. Долгое время работал начальником земельного управления и управления градостроительства. Два года назад его уволили, хотя сам Анатолий Жук считал это незаконным и через суд пытался восстановиться. Занимался и общественной работой. По словам друзей Анатолия, в последнее время он не раз получал угрозы в свой адрес. Переписку выложил на своей странице в фейсбуке, но потом удалил. Пока в полиции рассматривают две версии убийства заказное или на бытовой почве. Ксения Барвиненко, Вячеслав Никифоров. Подробности, телеканал Интер, Сумы. Подозреваемых в убийстве бердянского активиста Виталия Олешко отправили за решетку без права внесения залога. В Херсоне полиция задержала подозреваемого в нападении на Екатерину Гадзюк, которая все еще находится в реанимации. Вообще-то неделя для лидеров мнений и борцов с коррупцией выдалась довольно кроваво. Их расстреливали, подрывали, обливали кислотой. Эксперты говорят, что активисты все чаще попадают под прицел. И чем ближе к выборам, тем длиннее список жертв. В Бердянск местный суд. Внутри и снаружи ветераны АТО и побратимы убитого Виталия Олешко. Позывной Сармат. Атмосфера накалена. Люди рассказывают, пришли сюда, чтобы четырех злоумышленников, которых обвиняют в убийстве Сармата, не отпустили. Если кто-то захочет петлят, включить БК, как это умеет система делать, правильно? Последствия будут очень печальные. Мы прямая угроза для системы. Если нас начнут убивать, народ, я прошу вас задуматься, даже уже не задуматься, а предпринимать меры какие-то. Суд отправляет всех четверых в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Только что застрелили Сармата. Выстрелом в спину из двухствольной винтовки. Ветеран АТОшник, прошедший лавайский плен, был одним из самых ярых активистов в Бердянске. За его активную позицию, за борьбу с коррупцией, сепаратизмом, с проявами сепаратизма в области, мы подозрены, что за это его и убили. Душа его, она требовала, она не давала ему покоя. Она требовала говорить о том, что происходит что-то не то. Они имели на это право. Потому что они пошли тогда, когда все попрятались. В Херсон активисты осаждают прокуратуру и полицию. Вы тупо не делаете ничего. Вы некомпетентны. Вас нужно выгонять звезды пеньками. Всех. Тут тоже напали на активистку и сотрудницу мэрии Екатерину Гандзюк. Злоумышленник поджидал ее у подъезда. После плеснул кислотой и скрылся. Пострадавшую доставляют в реанимацию. Там она не очень охотно общалась с правоохранителями, так как давно и последовательно боролась с коррупцией в силовых структурах. В полиции отрапортовали. Эту версию отрабатывают особенно тщательно. Тривали час. Все мы знаем, что Екатерина активистом. И также отработаются те конфликтные ситуации, которые были в ней в последний час. Позже с Екатериной Гандзюк встречается Юрий Луценко. Ее дело передают в СБУ. А он на своей странице в Фейсбук сообщает, из-за участившихся нападений на активистов проведет спецсовещание. И действительно, последние несколько месяцев лидеры мнений часто становятся жертвами нападений. Каменское. Тут подорвали машину волонтера и депутата горсовета Виталия Чернявского. В Харьковской области повешенным нашли активиста-антикоррупционера Николая Бычко. Это спровоцировало волнение среди местных жителей. В Одессе несколько раз также нападали на активистов. А так и участились, говорят эксперты. Причин несколько. Тут и пагубное влияние войны, и политическое противостояние тоже. Каждое убийство, каждое побывание активистов, оно в первую очередь работает против влады. Оно работает в минус. Почему? Потому что показывают беспорядность правоохранительных органов, которые не способны заниматься профилактикой. Ситуация в стране непростая. Реформы в самом разгаре. Война. Очень много оружия на рынке. С полицией много проблем. Там реформы фактически не начинались. Прошла грандиозная пиар-акция. Ну а пока правоохранители заявляют, что расследование всех этих случаев для них – дело чести. В Бердянске горожане приходят в себя после вторничной трагедии. Он такой сильно праведный был. И как-то никого не боялся. Руслан Смещук, Сергей Бордюжа, Марина Григорян и Алексей Шматов. Подробности – телеканал Интер. Застрявшие в Жулянах. В Киевском аэропорту очередное столпотворение. Отменены два рейса. При этом пассажирам никто даже не потрудился об этом сообщить. Об изменениях в расписании они узнали непосредственно перед вылетом. Почему в Украине не прекращается авиаскандал, разбиралась Лариса Зубенко. Татьяна из Ривны с родственниками летят на свадьбу к племяннице в Батуми. Но торжество оказалось под угрозой. Утренний рейс задержали на неопределенное время. Мы узнали про затримку рейса в 2 часа. В дороге. Мы ехали из Ривна в аэропорт. Нам пришло поведомление от наших родителей. Не от авиакомпании, не от компании, которая нам продала квитки, а от нашей родины. Таких, как Татьяна, здесь десятки. Пассажиры двух не взлетевших из аэропорта Жуляны, самолетов авиакомпании ЯНЕР, Киев-Батуми и Киев-Тбилиси. Киевляне разъехались по домам, так и не дождавшись вылета. А вот иногородние иностранцы вынуждены были томиться в аэропорту в ожидании обещанных гостиничных номеров. Я приехал специально из Одессы, чтобы в обед быть в Грузии. А сейчас, получается, будет еще позже, чем если бы улетел из Одессы. Мы голодные, холодные. Наши сумки рядом с нами. Мы их даже не можем сдать никуда. И мы должны ждать и терпеть, правильно? Дети, старики здесь. Пассажиры жалуются. Связи с авиакомпанией у них нет. Телефоны, размещенные на сайте фирмы, не отвечают. Гудок прошел, да. Ну вот. Вот это, видите, вот. Можете на информацию подойти, чтобы убедиться. Они вам дадут тот же самый номер. В киевском офисе ЯНЕР сообщают, сами отменили рейсы из-за неисправности резервной системы управления самолетов, которая включается в экстренных ситуациях. Самолеты были остановлены для решения технических проблем. А, то есть у вас вы поломали самолеты? Да. Какой возраст ваших самолетов? Самолеты у нас, как актуальная сегодня тема, муссируются в кругах. Немножко старше 20 лет? Да. Старше 20 лет самолеты. В случае задержки рейсов эксперты советуют обманутым пассажирам блокировать выходы из здания и подавать коллективные иски в суд. Иначе недобросовестный перевозчик может остаться безнаказанным. Лариса Зубенко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Насилие вместо защиты. В Волынском приюте, который вчера оказался в центре скандала, начались массовые проверки. Оказалось, что за 5 лет из этого детдома пропали семеро детей. Полиция и соцслужбы хотят знать, откуда у воспитанников кровь на одежде и синяки на теле. И правда ли, что дети подвергались сексуальному насилию? Ответы на эти вопросы искали наши журналисты. В приюте на Волыне живут около 30 детей. Они рано осиротели. Но большинство из неблагополучных семей. Дома их не кормили и даже били. Как оказалось, обижали и там, где должны были защитить. Во время визита в детдом правозащитники обнаружили шокирующие факты. В процессе мониторинга мы выявили просто факты, ну, от детей узналися, про факты насилия, что до них. И это подтверждалось, понимаете, певными, певными, как бы, ну, знаками на теле. Потому что были на кинцовках, на плечах, понимаете, были сынцы. И мы, власне, зафиксировали. О том, что их бьют, дети рассказали сами. А три девушки сообщили, что брат директора, который работал здесь дежурным, приставал к ним. Они даже жаловались воспитательнице. Но та просто отмахнулась. Тогда они обратились к волонтерам. Директор учреждения Леонид Матвейчук все обвинения отрицает. Хочу сказать, что у нас есть разный контингент. И протягом 20 лет, и самая значительная часть складных, або очень складных детей, которые имеют судимость, которые имеют все другие, они находили в нас. И мы находим в спильную мову. Сегодня в интернатах и детских домах по всей стране живут 106 тысяч воспитанников. И только 6 тысяч из них – сироты. Правозащитники утверждают, дети для таких директоров – это чистая прибыль. Из бюджета для сирот только в этом году выделились 7,5 миллиардов гривен. Детдомам активно помогают волонтеры и меценаты. Но не всегда эти средства идут на пользу воспитанникам. Поэтому такие учреждения нужно контролировать тщательно, считает нардеп Юрий Павленко. По его словам, детей часто обижают сверстники, бьют преподаватели. И то, что на волыне подростки пожаловались сами – это показатель, что ситуация действительно критическая. На жаль, за последние три года ситуация с захистом прав дитини, особенно детей в сложных жизненных обстоятельствах, детей-сири, детей-позбавлених батьевских воспитываний, серьезно изменилась не в лучшую сторону. На жаль, полностью сруйнована система государственного контроля, снижена значительная служба в отношениях детей, ликвидирована криминальная милиция в отношениях детей. Сегодня заклады снова стали переповненны. Например, вот заклад в Волынской области, он перенаповнен на 10%. Отродилось такое негативное явление, как скрытое сиридство. У нас много детей, которые сегодня находятся в притулках, в санаторных закладах, в интернатных закладах, не имеют соответствующего статуса детей-сироты. В приюте уже второй день работают полиция и служба по делам детей. Пострадавшим детям не пускают никого, кроме медиков. В Черниговской области перевернулся автобус с детьми. Пострадали 8 человек. Спортсмены-грипцы вместе с родителями ехали из Конотопа в Киев на соревнования. По предварительной информации, выполняя обгон, водитель не справился с управлением. Микроавтобус зацепил бордюр и перевернулся. Пострадавших доставили в Нежинскую больницу. Трое из них, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Сейчас они в реанимации. Очередное нападение на журналистов в Киеве. Несколько часов назад неизвестные разгромили пресс-центр редакции «Украинские новости». Все подробности выяснил Даниил Снисер. В пресс-центр редакции «Украинские новости» группа молодчиков ворвалась днем. Их было человек 20. Некоторые скрывали свои лица балаклавами. Тетушки принялись обклеивать помещение различными листовками и разворачивать плакаты. В зале как раз начиналась запланированная пресс-конференция. Работники редакции попытались узнать у молодчиков, кто они и зачем пришли. В ответ только брань и угрозы. Спустя пару минут словесной перепалки радикалы принялись забрасывать всех присутствующих яйцами. Руководитель пресс-центра Алина во время атаки попала под яичную раздачу. Говорит, уже появились синяки от ударов. По ее словам, незваные гости вели себя крайне агрессивно. Я побежала к спикерам, чтобы остановить этот процесс, взяла микрофон, чтобы попросить их освободить зал, либо же принять участие в событии, если они хотят высказать свое мнение. Ну, так они были очень агрессивны. Ну, то есть, этот мужчина вообще отталкивал меня и всех. Журналисты успели запечатлеть на видео нападение этого человека, главаря Титушек, на участницу пресс-конференции, которая попросила агрессивную толпу выйти из зала. Отправить! По словам работников редакции, у пострадавшей вывих руки. После инцидента она сразу отправилась в больницу. Есть безнаказанность. Другие преступления против журналистов не расследуются или расследуются без всякого результата. И вот это рождает новые атаки и новые преступления. Сегодня жертвой стали мы. Про подробности атаки на редакцию в полиции нам рассказали немного. Там открыли уголовное производство и продолжают выяснять все обстоятельства налета. Сейчас в редакции подсчитывают нанесенный титушками ущерб. Повреждена мебель и техника. Журналисты украинских новостей начали свое расследование. Данила Снисар, Сергей Еременко. Подробности. Телеканал Интер. Шальная пуля. В Днепре пьяная компания случайно подстрелила девушку. Она стояла в 500 метрах от дома, где отмечали день рождения. Именинник и его товарищи вышли во двор. Устроили салют. Из охотничьего карабина выпустили 16 пуль. И вот одна из этих пуль попала девушке в лицо. Соседи вызвали полицию. Бойцы Корда задержали мужчин после 15 минут переговоров. Карабин и гильзы изъяли. Кто работает, тот ест. Семейные врачи, похоже, получили шанс на более-менее достойную зарплату. По словам премьер-министра, некоторые из них даже стали получать вдвое, а то и втрое больше. Об этом Гройсман заявил на совещании с руководством Минздрава и Минфина. Сумма дохода зависит от количества пациентов, которые согласились подписать декларацию со специалистом. Глава Кабмина привел пример врача из Одесской области, которую выбрали 1700 человек. Ее зарплата выросла с 5 до 16 тысяч гривен. По мнению Гройсмана, такая система будет стимулировать докторов работать лучше. Я думаю, что вопрос о плате работы для лекарей имеет очень важное значение. И то, что мы создали механизмы, при которых люди, при наданной послуге конкретному украинцу, лекарь отримает за него плату, это очень добра формула. Если мы на конец года выйдем на 20 миллионов деклараций, а сегодня уже есть 14,5 миллионов, это будет означать, что 50% чуть меньше населения Украины уже имеют прямые стосунки с лекарем. И этот лекарь уже вмотивованный датой им как-то после. На Донбассе снова бьют из тяжелых орудий. Боевики открыли огонь по толоковке из минометов запрещенного калибра. Всего за сегодняшний день 6 обстрелов было. Причем атакует противник не только по позициям военных. Ирина Баглай расскажет подробнее. Его дом фактически передавая. От позиций боевиков отделяют поле. За воротами доказательства, как наемники расстреливают двор пенсионеров. Это страшно. Особенно, как мы что-то в минометах и в погребе думаешь. И в погребе что? Завал это и все на тому конец. Мы дети войны, а теперь все и старики войны. Живут старики в доме без крыши. Еще в 15-м году она сгорела от попадания. То ли тратерной пули, то ли снаряда. И каждый раз, когда идет дождь, их заливает. Вот здесь стим. А вода, он по посуду, это, и брызает, и сюда надо, где мы стим мокрый. Ставим корыто, вот здесь. И ставим поверх корыто ночью. И сюда он бежит, он, глина пообсыпалась, попадала. И сюда бежит дождь перестанет, а после дождя полтора дня, полтора суток еще сюда бежит после дождя. Так уже три года. Есть пленка, есть материалы. Николай Максимович рад был бы перекрыть крышу, но подниматься наверх никто не рискует. Стреляют, пули летают. А вы не пробовали туда подниматься сами? Пробовал, и вот результат. А какой результат? Пробовала руку. Сюда пуля вошла, сюда вышла. Вот уже 4 месяца, я не очень плохо. Пробовали и военные. Проблема в том, что противник постельно обстреливает их хату. Постельно были там поодиночные обстрелы короткими чергами. Летали пули по улице и этой ночью. Пару пострелев с ДШК и выбухов с РПГ. Стреляют прицельно. Тишина на передовой не означает, что с огневых точек ушли вражеские снайперы, говорит командир. Небезпека для нас есть снайперские обстрелы. Типа, они постельно цинкуют буквально по всем напрямкам и могут урожать. Семейная пара полстолетия работала, чтобы построить дом. Сейчас выживают среди руин на пенсию. Даже на огород не рискуют выходить. Мечта одна, чтобы война закончилась. Хотя, говорят многие знакомые на оккупированной территории, с ними не соглашаются. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Забытый фронт. Ветераны Второй мировой и дети войны оказались на грани. Они нуждаются не только в деньгах и помощи по дому. Очень часто им просто нечего есть. Как выживают старики, видели наши корреспонденты. Я сейчас нахожусь одинок. Ну, можно сказать, за чертой бедности. Это то, что объединяет всех этих стариков. Ближе к обеду они собираются в одном из столичных кафе. Здесь три раза в неделю их бесплатно кормят. Говорят, на мизерную пенсию прожить невозможно. Александр Васильевич получает чуть больше полутора тысяч гривен. У меня болит и спинка, и прочее, прочее. Несколько операций перенес. Получаю эту пенсию и не знаю, куда ее применить. Или за коммунальные услуги, или там покушать, или на медикаменты. Бесплатные обеды пенсионерам организовывают ветеранские организации. Они договариваются с общепитами, ищут спонсоров и волонтеров. Николай Романович руководит Советом ветеранов в одном из микрорайонов Киева. Ему 77. Он инвалид второй группы, но помогает таким, как сам. Пошел я в 16-этажный дом относить женщины, которые не ходят. Лифт не работает. На 14-й этаж пошел. А тем, кто не может прийти в кафе самостоятельно, приносят еду на дом. В основном это тяжело больные, которые фактически прикованы к кровати. Среди волонтеров тоже пожилые люди. Но за день они посещают несколько квартир. Они знают, они ждут нас, что мы придем, поможем, не бросаем, звоним, они нам звонят. 75-летняя Янина Михайловна потеряла дочь, а сын живет далеко. Женщине во всем помогают волонтеры. Приходят, есть и приносят. Попрошу в аптеку, то в аптеку, то в магазин. И стирать помогать попрошу даже, постирать, потому что я же ничего не вижу. Они приносят не только какие-то материальные вещи. Они общаются с людьми, которые заперты в четырех стенах. Позволяют продлить их социальную активность. Всего в Украине, по данным ветеранских организаций, таких, как Янина Михайловна, около 150 тысяч. Волонтеры сотрудничают с соцслужбами, которые и должны помогать пожилым людям. Но на всех пенсионеров соцработников не хватает. На одного социального працивника 9, а то и больше, 7, которых он должен обслуговывать. Кроме того, ветераны устанавливают памятники и убирают территорию возле них. Вот этот в селе Тулинцы, в честь воинов-десантников, погибших здесь в 43-м. Наверх сделали купол такой, символический парашют, чтобы вечный звон был. Вот тоже придумали, сделали кольцо, на кольце повесили 5 гильз. Ветераны начали его строить в прошлом году. Но денег не хватало, помогали спонсоры. Часть средств выделили из районного бюджета. Выделяли технику, выделяли краны, выделяли вышки. А мы делали все своими силами, своим этим. Закупили за те гроши, что выделили, закупили железобетон. Вот, смонтировали его. Ежегодно волонтеры устраивают разные памятные мероприятия, чтобы сохранить воспоминания ветеранов о войне. Всего по всей стране в ветеранских организациях работают около 400 тысяч человек. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер. Уже до вечера шахтеры получат свои деньги, которые им задолжало государство. По крайней мере, так пообещали в Министерстве энергетики. Правда, речь идет только об одном предприятии. Это Первомайск Уголь. Как горники добились этих выплат, узнаем от Юлии Жешко. Несмотря на каникулы, в парламенте продолжается работа. Депутаты от оппозиционного блока настояли на встрече с министром топлива и энергетики и пригласили на встречу шахтеров. Проблема одна – добиться погашения задолженности по зарплате. Хотя профильный министр уверяет, что денег нет. После этого начались споры, кто сколько и кому должен, и кто будет погашать долги. Профильный министр долги государства не отрицал. Правда, не все. По поводу Первомайск Угля решил уточнить. Позвонил своему заму. Видите мне баланс по Первомайску углю. Баланс. Можете назвать? Так, баланс по Первомайску углю. И если брать по дежургопостачу, мы им должны 34 миллиона. Суто в углопостач винен 34 миллиона, так? Ну, возвочный. Ну, так оплатите их. Многолетний долг чудесным образом погасили за несколько минут. Почему не сделали этого раньше, осталось за кадром. В чьих же карманах оседают бюджетные деньги? Оказалось, что на всех государственных шахтах есть так называемые смотрящие. По словам Юрия Бойко, в том числе и по их вине люди не получают деньги. Хотите, мы вас подкрепим, но вы не молчите, так не будет. И мы не можем смотреть спокойно, когда людям просто не платят зарплату. Это уже не митинг. Смотрящие жули, которые не платят зарплату, это ваша проблема. Идите и говорите на совещание. Сегодня в 2 часа вы приходите на совещание и скажите, премьер-министр, понятно? Вы сможете так сказать? Надо, давайте мы сделаем запрос коллективный. В итоге профильный министр в который раз пообещал, что все долги перед горняками будут погашены. Правда, в оппозиционном блоке к очередным заверениям относятся со скепсисом. Сошлись на том, что министр обещал до конца дня выплатить зарплату в первомайскую углю. Но на самом деле такая ситуация населит в угле и на других объединениях. Там, где существуют коррупционные схемы сегодняшней власти, которая позволяет уводить финансовые потоки от расчетов с людьми и выводить их на каких-то коммерсантов непонятных, которые сегодня работают в этой отрасли. Задолженность по заработной плате сегодня почти 500 миллионов гривен. Блокируется выплата заработной платы людям, которые заработали. Это редкое безобразие, такого не было никогда. И мы будем с этим бороться. И мы будем поддерживать шахтеров. Парламент перед каникулами успел проголосовать за закон, который обязывает правительство погасить долги перед шахтерами. Речь идет о выделении из госбюджета полутора миллиарда гривен. Закон уже подписан, но когда вступит в силу, пока неизвестно. По словам оппозиционеров, эти деньги помогут снизить градус напряженности среди горняков. Однако без господдержки угольной отрасли долги и дальше будут накапливаться, уверены оппозиционеры. За 100 тысяч долларов перевалили убытки предприятия Каховка Протеин Агро. Я напомню, завод вынужденно простаивает. Судебные процессы вокруг него тянутся месяцами. И вот сегодня в Херсонском хозсуде состоялось очередное заседание. Все подробности в материале. Херсонский хозяйственный суд рассматривал дело о признании права аренды предприятием Каховка Протеин Агро соевого завода. Адвокаты ответчика не явились, и представители Протеин Агро расценили это как попытку сорвать заседание. Неделю назад ответчики делали то же самое, но тогда они подали заявление об отводе судьи. Если вы помните предыдущее заседание, их было очень много. Было очень много заявлений. Была, по нашему мнению, попытка давления на суд. Сегодня не было никого. Это говорит о том, что эти люди понимали, что давить на суд бесполезно. И решили выбрать тактику, что если они не придут, может быть, это заседание очередной раз будет отложено. Отсутствие представителя и ответчика не стало помехой для судебного заседания. Еще прошлым летом компания Каховка Протеин Агро подписала договор аренды с Миста Банком. Но вместо трех лет успели поработать только полгода. Уже зимой завод захватили вооруженные люди. Это были представители Каховка Пром Агро. Это компания бывшего собственника, который пытается вернуть предприятие любыми, в том числе незаконными способами. Сегодня судья зачитала их заявление. Дескать, тетушки заняли территорию законно. Адвокат Каховка Протеин Агро настаивает, на момент подписания договора на аренду, право госрегистрации было за Миста Банком. К тому же компания исправно платит за использование имуществом и активно занимается производством. Но теперь ни сотрудники, ни клиенты не могут попасть на завод. У правовой подставы користувания арендованным майном есть договор аренды. А право аренды – это основано на договоре строго оплатного владения и користувания нерухомым майном, необходимым арендарем для проведения предприятий и других деятельностей. Зазначенный договор аренды не вызнан или недействительный. Он действует, но ответственникам не дает возможность пользоваться этим майном. Требования представителей Каховка Протеин Агро неизменны. Признать право на аренду крупнейшего соевого завода, позволить сотрудникам работать, а также обязать Каховка Пром Агро выполнять условия аренды и выплатить судебные сдержки – более 300 тысяч гривен. Часть требований судья удовлетворила. Люди могут вернуться на свои рабочие места, а завод нормально работать. Но представители Каховка Протеин Агро расценивают решение суда неоднозначно, так как иск удовлетворен не в полной мере. Такую перспективу руководство предприятия Каховка Протеин Агро планирует обсудить с юристами. Что же касается сотрудников, то уже в ближайшее время они таки смогут попасть на предприятие. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер. 40 по Цельсию – это не аномальная жара, это новая реальность. Ученые предупредили изнывающих от жары европейцев, что, скорее всего, таким теперь будет каждое лето. Как приспосабливается старый свет, давайте узнаем у Татьяны Лагуновой. Она сейчас там. Дресс-код – пляжный в центре Мадрида. Люди в купальных костюмах загорают на траве и освежаются в фонтанах. Летом в Испании всегда жарко, но в этом году экстремально. В зависимости от региона – 37 до 45 градусов. Лучший рецепт пережить жару – это сидеть дома или в любом другом прохладном месте, когда температура достигает пика. Организм сам подсказывает – не выходи на жару, не занимайся спортом, всегда ищи тень. То же самое могут посоветовать и жители Рима. В Италии тоже около 40. Туристы, которые летом заполняют улицы Вечного города, страдают от жары. Я стараюсь постоянно пить воду и все время потею. Это ужас. Никогда в жизни так не потело. Жарко не только в Южной Европе. Аномальное лето в этом году пришло в Германию, Нидерланды, Великобританию, Францию, Эстонию, Швецию и другие европейские страны. Не аномалия, а закономерность исправляют ученые. Дескать, такое жаркое лето вскоре может стать для Европы нормой из-за глобальных изменений климата. А метеорологи уже предупреждают – в будущем Европа будет чаще и дольше изнывать от высоких температур. Причем начиная с июня и заканчивая сентябрем. Одни от жары страдают, другие на ней зарабатывают. Так, например, в Германии резко выросли продажи вентиляторов. Рекордные прибыли и в магазинах, где продают воду, и прохладительные напитки. Обычно в это время у нас мертвый сезон, все в отпусках. Но в этом году продажи растут, растут и растут. Покупают много воды и пива. Нам не на что жаловаться, нам такое лето только в радость. А в Эстонии прибыль подсчитывают производители мороженого. Крупнейший завод страны по производству этого лакомства работает теперь в ночную смену и без выходных, чтобы утолить спрос. Только в июле в Эстонии продали 600 тонн мороженого. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Нескучных вам выходных. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин